Всем привет дорогие друзья! И с вами я продолжаю обозревать творчество подписчиков. Сегодня у нас на обзоре база 580 часов, но большая часть времени был потрачен на просто пассивную работу. То есть, грубо говоря, производство работало пока автор был, например, дома или на работе, или где-то там еще. В общем, компьютер просто работал включенным. Поэтому, по идее, тут не будет такого размаха, как он должен был быть при 580 часах непрерывной игры. Где-то должны скрываться здесь по описанию 40 ядерок и что-то еще. А еще есть железная дорога проложена через весь остров, но там пока нет производства под эту железную дорогу. Ну и что ж, поехали, посмотрим. Так, смотреть будем традиционно уже на флай-моде, потому что так проще и понятнее. Но заодно посмотрим. О, спасибо тебе, дорогой человек. Вот первый человек за последнее время, кто положил мне ранить. Я его все равно возьму, потому что положили, но мы будем летать на флай. Так, и того, у нас пустынная локация с вами. Пустынная локация, вот он стоит, автор. И это система для быстрого перемещения между этажами. И питчер, надеюсь, все выглядит в плане вот это вот. Это вот прям вообще прикольно. Многоэтажная конструкция. Чем-то на заводский квартал, похоже. Запечатлею фотографию себе сразу, можно на обложку пушчу. О, это прикольно. Так, несколько постаментов. Так, постаменты, одно пустое место осталось. Так, пойдем посмотрим, что тут у нас есть. Так, ну, во-первых, у нас те, кто начинает в пустыне, да, активно используют местную угольную генерацию для того, чтобы все у них было хорошо в плане электричества. Кстати, сколько электричества, сейчас пойдем посмотрим. Так, 100 гиговатта-то. 100 гиговатта-то у нас тут производится еще пока на эксперименталке. Там сейчас все пойдет в разнос, конечно. Так, еще топливники здесь стоят для производства электричества. Так, это у нас площадочка под будущее. Ну, и здесь пошла у нас переработка. Так, переработка. Здесь делается порох. Так, здесь получается делается порох. Здесь делается у нас чермет. Здесь идет переплавочка. Большая, небольшая чего-то в трубы. Ну да, чермет у нас перерабатывается в трубы. Перерабатывается он у нас еще тут во что-то. А это что такое? Это плавилка по созданию черных стальных слитков. Так, понятно. С подвалом вроде как все здесь ясно. С подвалом вроде как ясно. А это запасается что такое? Это запасается проволока. Куда она потом дальше уходит? Так, а потом она дальше... Нет, это не уходит. Это она делается, запасается. Потом то, что запасается... Интересно. Идет через одну. Так, ну подожди. Я хочу проследить, куда эта штука через одну потом приходит. Это случайность, интересно? Или это прям так задумано? Пока у нас... У наших занимателей в телепередачах не встречались. Случаи, когда по одному конвейеру шли бы разные ресурсы. Ну да, то есть это прям вполне себе программируемый сплиттер. Умный разветвитель, вернее. То есть это прям так задумано. Прикольно. Так, хорошо. Вроволок понятно. А как решается вопрос с переполнением? Интересно, чего-нибудь одного. Ведь что-то одно всегда может переполниться. Так, это у нас на разных уровнях завода происходит разного уровня вещи. Так, ну ладно, без автора мы вопрос с переполнением явно не решим. Короче говоря, у меня вот первый вопрос, как решается вопрос с переполнением. Потому что когда одна линия, чего-то всегда может не хватать и чего-то будет с избытком. Либо здесь так узко и тонко настроено производство, тогда вообще респектуха. Я не рискую по одной линии запускать, например. Так, ну что ж, пойдем дальше смотреть. Пойдем смотреть дальше. Алюминька, вернее дюралюминька, это же дюралька. Да, дюралька. Дюралька запасается в нормальных количествах. Ну и правильно. Потому что конвейерные ленты из дюральки, это всегда хорошо. Так, листики там у нас какие-то идут. Это у нас медяшка, да. Медные листики у нас тут летят. И все это, ну понятно, это у нас верхний этап производства. Нам надо начать тогда чуть пониже. Так, здесь у нас перерабатывается кварцуха во всякое полезное. А здесь у нас перерабатывается катерийная проволока. А из этого всего, чего делается в итоге? А из этого всего делаются кварцевые резонаторы. Понятно, кварцевые резонаторы, уходящие куда-то вдаль. Так, хорошо. Кварцевые резонаторы, уходящие куда-то вдаль. Значит, и нижний этаж у нас на производство. А это, кстати говоря, платы делаются, да? Да, это платы. Значит, спецификаций по этажам нет. Просто как получалось удобнее, так и строилось. Потому что у нас здесь одновременно и платы, и катерий, и цемент. Ну да, и статоры еще. Так, этажом выше. Этажом выше у нас поднимаются статоры. Потом, видимо, из них где-то здесь... А здесь что делается? Здесь делаются блоки радиоуправления. Так, там у нас радиаторы, которые пока на момент этого... На момент раннего доступа пока сейчас никому не нужны. Так, да, здесь из статоров производятся моторчики. А здесь что производится? А здесь производятся радиаторы. А здесь статоры. То есть внутри одной системы... Прямо рядом стоящие одни производят статоры, другие радиаторы. Прикольно. Ну и здесь такая что-то типа мини-шинки, которая все дело распределяет между собой. Так, что у нас дальше? Что-то интересного? Здесь у нас делаются тяжелые блочно-модульные каркасы, которые идут, идут, идут и просто запасаются в ящиках. Ну, собственно, да. Потому что больше они на тот момент, когда это строилось, были никому не нужны. Дальше все это уходит наверх, где у нас появляется пластик. Пластик появляется, видимо, путем привоза. А хотя нет, пластик получается не путем привоза. Путем привоза у нас тут получается нефть, которая через два рядобочечек уходит потом на переработку. А переработка идет по какому рецепту? По стандартному, понятно. По стандартному рецепту и все это дело у нас уходит в итоге через макаронина вот туда дальше. Так, пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть интересного. Так, нефтевозики здесь у нас проезжают. Проезжают нефтевозики. Здесь большая плантация, которая запасает медный лист непропаренный, то есть обычная система. Да, из обычного медного этого делаются просто медные листы. Так, здесь дальше пошла... Во! С поддержечкой. Я тоже такое люблю. С поддержечкой пошла дорога. Здесь у нас производится... Так, здесь у нас производится всякая стальная штука. И какой-то волшебный цех он там есть. Пойдем глянем, что там у нас. А это не цех, это хранилище. Так, это у нас хранилище. Хранилище для... Это у нас этот самый... Да, укрепленная пластина. Укрепленная пластинка. И у нас началась ночь. А здесь что производится? А здесь производятся болтецкие. Так, понятно. Болтецкие поездочек, уходящий куда-то вдаль. Так, чтобы нам уйти куда-то вдаль, нам надо прикинуть, куда мы хотим уйти. Так, и, наверное, написать fly fast. Чтобы мы могли туда перемещаться быстрее. Так, fly fast. Fast. О! Проволочка. Так, ну пойдем по дороге пробежимся. Там что-нибудь проложено? Ничего не проложено, только дорога. Так, только дорога. Дальше это все, судя по всему, на будущее планы. Потому что дорога пока не функциональна в плане использования. То есть дорога есть, она проложена. Но там пока больше ничего, кроме этой дороги, нет. Сейчас мы быстренько по ней пробежимся, посмотрим. Так, тут у нас что-то добывается. Что-то добывается, что-то переносится. Так, тут сейчас у нас есть еще одна станция, и дорога идет дальше. Так, идет, 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 идет. Идет, 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 идет. Идет, сворачивает, идет, идет. Так, идет, 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 идет. Геотермалочки у нас здесь запитаны. И, соответственно, уходит она куда-то дальше. Так, пойдем ядерку посмотрим. Вон она. Так, вот у нас и ядерка Практически столько же, сколько у меня этих штук Рабочих все равно сейчас одного нода может остаться только 45 единиц Поэтому еще 5 пристроить и будет прям идеально Так, топливные элементики Откуда они, кстати, поступают? Видимо, откуда-то приносятся Топливные элементики, водичка Все построено прямо на водичке, чтобы далеко не таскать Так, а здесь что? А здесь серная кислота делается Серная кислота Так, сейчас у меня зафонит размер вашего сиятельства Так, мы тогда издалека посмотрим Здесь у нас уходит где-то, у нас тут хранятся отходы, судя по всему Ну что, ядерка дымит, все нормально Ядерка дымит Здесь сейчас, по идее, фонить не будет Ну да, то есть здесь, по факту, внизу огромное количество добывалок воды Но это выгодно, да Делать ядерку на воде Это максимально выгодно Если бы я делал с нуля, а не на старом месте То я бы, наверное, тоже сделал так С другой стороны, тогда бы не было эпичных труб, какие у нас там получились Так, что у нас тут? У нас здесь сверхпровод привозится И дальше где-то что-то должно во что-то перерабатываться Но это, видимо, не здесь Так, мы сейчас посмотрим, откуда они идут А, здесь вот еще три ядерки Так, три ядерки у нас сделаны отдельно И тут, судя по всему, да, как раз и сделано производство Которое оттуда дальше забирается Все ясно, все ясно, все понятно Все логично, главное А оттуда из-за водопадика у нас выходит потихонечку уранчик Так, что мы тут еще с вами не посмотрели Еще мы с вами не посмотрели Это у нас производство чего? Стоять, стоять А, это электромагнит Все понятно Ну, короче, здесь вынесено в отдельное производство Все, что необходимо для ядерки Чтобы вот это вот все функционировало Все это вот в этом небольшом пятачке Все это дело организовано Так, что-нибудь я еще тут упустил Ну, вроде как, наверное, с остальным здесь все у нас Так, сейчас мы с высоты птичьего полета еще посмотрим Так, ну здесь, да, здесь только железная дорога Это все на будущее планы под расширение Ну и больше здесь, да, походу, пока что ничего у нас нету Вот такая вот база Пишите вопросы, если у вас есть вопросы к автору по данным вещам, которые вы здесь увидели в обзорчике Спасибо тем, что присылаете мне штуки Интересно смотреть на то, как строят другие Потому что, когда строишь сам, постоянно сознание замыливается Если вы хотите тоже поделиться своей сохранкой Присылайте на почту с описанием того, чего у вас там есть Желательно в обычном клиенте Потому что в необычном пока что нельзя летать на момент записи этого видео Спасибо за просмотр Если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на канал Паблик ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм Присоединяйся к моему Дискорд-серверу Оставь комментарий, поставь лайк Потому что это бесплатно для тебя А при этом очень сильно поможет продвижению канала Субтитры сделал DimaTorzok